Изображен Геослава, но раньше, в 1995 году, на банкноте этого номинала был изображен совсем другой город. Его изображение мы можем видеть на деньгах и сейчас, но уже на купюре, выпущенной банком России в 2017 году. Зовите этот город. Это один из первых вопросов финансового квиза из категории банистика. Задача участников угадать название города, ну или точно его знать, если правильно, плюс балл. По окончанию раунда правильные ответы. В вопросе с купюрой правильный ответ Владивосток. Именно он был изображен на тысячерублевке до 95-го. Всего в раунде шесть вопросов, а самих раундов пять. Мы предполагаем, что финансовая грамотность лучше, ну надо сочетать информацию, которая подается в виде лекционном и в игровом формате. Мы уже пробовали разные виды таких игровых форматов и квизы мы тоже уже проводили. Это новый квиз, вопросов, которым будут совмещать в себе и литературные погружения, и кинематографические какие-то вопросы. Финансовый квиз такого плана сотрудники Банка России проводят впервые. Участником мог стать любой желающий. Достаточно было зарегистрироваться на платформе. Набралось аж девять команд, по шесть человек в каждой. Все ребята студенты СУЗов, включая областные. Везде, везде затащим. Смотрите, мы какие все умные. Вопросы квизы упираются не только в финансы. Есть категория кино, литература. В общем, студенты могут блеснуть эрудицией. Понять, например, есть ли в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита. Признаки мошенничества». Вспомнить, какой аксессуар был в моде у россиян в 2020-м и который попал в расчет инфляции. И дать как можно больше правильных ответов. По итогу квиза победителем стала команда из Рязанского политехнического колледжа. Но звание чемпиона обещает быть недолгим. Судя по тому успеху, который был в библиотеке имени Горького, вторая игра не за горами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова